Друзья, второй день я в Крыму. Собственно говоря, вот парни, благодаря чьим стараниям и усилиям я сюда приехал, и мы пообщались, познакомились с Александром Лебедевым. Представляю, Алексей, Дмитрий, Сергей. Сергей, Сергей, Сергей. Я издюю, пожалуйста. Все подумают, что мы с тобой первый раз видимся, и я облажался. Нет, мы на самом деле с Сергеем уже давно знакомы, больше года. Но тем не менее, представляю вам, Сергей, Дмитрий, ребята, которые организовали сегодняшнее мероприятие, на которые приехали, чем они сейчас занимаются, по-контрольнее, сами расскажут. Ну, парень, можно сразу первый вопрос? Я вот, Сергей, с тобой знаком уже год, с тобой мы познакомились на форуме героев российского бизнеса неделю назад. Вы как предприниматель раскрываете свой доход? Сколько вы зарабатываете? Мы особо не раскрываем, но можем раскрыть. Раскройте, пожалуйста. Чтобы сразу люди поняли, что сидят крутые ребята. У нас на двоих три онлайн-школы, мы делаем 200 миллионов долларов по доллару. Долларов это мечты, 200 миллионов рублей в год. 200 миллионов прибыли на троих в год? Нет, не прибыли, выручки. 200 миллионов выручки. Ну, прибыль, скорее всего, там маржа хорошая, миллионы в 100 вы зарабатываете, должны зарабатывать. Ну, Ну, по фри-поблице там 30%, по астрологии, по акселератору мы делаем 50-60%. 50-60%, окей, 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 200 миллионов. Ну, короче, миллионов 50-60 прибыль чисто есть. Это сколько получается на каждого? Миллион всего. Нет, ну всего на каждого получается где-то там 3-4 миллиона. По месяцу, да. У нас еще есть третий партнер, Дмитрий. Вот, мы, соответственно, на троисе, так сказать. Ну, короче, парни крутые, зарабатывают деньги. Сергей, расскажите про вашу... А, кстати, можно вам совет по поводу Димы? У вас же есть в онлайн-школе одно из направлений, это паблисити. Да. А что у вас Дима не хочет там дизайнеру пойти, форму себя привести, ходить в такой реакции? Да наоборот, он бизнес без астролога. Дима безобидно, серьезно. Не, ну это, знаешь, у него такой образ как раз-таки очень земного астролога. То есть он ходит в качалку, он качается. И когда он знакомится с людьми, у него как раз-таки не возвышенный образ астролога, а такой как бы свой. Он ломает шаблоны наоборот, по сути, как бизнес. Вот у Димы, когда он один работал, у него было 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас вот у нас на троих, получается, в группе компании астрологи приносят от 7 до 8 с половиной миллионов рублей, и мы знаем, как до 20 в месяц дорасти. Вот у меня продукт, вот Сергей мне уже об этом говорил много раз, Жень, что ты не идешь в онлайн-историю продажи? У меня есть продукт Эпицентр. Мы занимаемся предпринимательской осознанностью. Аналогов не существует. Это оффлайновые бомбы, ни один потенциальный тренинг рядом не стоял. Я знаю, что я говорю, это за слова отвечаю. Мы можем обратиться к вам, и вы нам такое сделаете в ЛАФ? Ну, у нас есть такая услуга, мы делаем тоже под ключ разные вещи. Можно так назвать? Я хочу прибыль увеличить. Если с помощью вашего инструментария знаний, автоворонок, онлайн-методик, можно упаковать мой продукт в онлайн и повысить прибыль, я с удовольствием. Мы эти автоворонки можем помочь сделать. Даже тот же Гриш Аветов со сцены заявлял, что в России человека три, в том числе мы с Сергеем. То есть еще один-два человека, которые более-менее могут делать автоворонки на уровне, как мы. И это не пустые слова. Соответственно, пока здесь идут мероприятия, мы общаемся с гостями, параллельно у нас работает автоворонка, автовебинары и автоматические продажи. Соответственно, ты единожды это все устанавливаешь. Понятно, что там есть свои законы жанра. Тестируешь, запускаешь, все работает, все. Одна из шуток. Мы в Сочи с Сергеем, мы с моей женой гуляли по горам, а я увидел змею и пошел ее украшать. Соответственно, взял там бутылку, нажал ее на голову. И ребята, Серега кричит, б***ь, стой, мы еще автоворонку недонастроили. Пока рано умирать. Как жена жить будет? Как жена говорит, ну дорогой, ну да. Ну, и там смысл такой, что если автоворонка работает, уже можно умирать. Семья будет какое-то время питаться, несколько лет точно. Да, чтобы для себя резюме. Вот аудитория сейчас посмотрит, скажет, там, что крутые парни хотим. Они могут к вам вратиться, вы им поможете. Ну, у нас, да, продуктовая линейка. Давай сначала, может, про идеологию продукта расскажу тогда. Давай, давай про идеологию продукта. Да, идеология заключается в том, что, ну, есть эксперт, да. А эксперт может сам быть тренером. Но тогда эта история не особо масштабируемая. То есть эксперт надо, получается, заниматься и управлением, и заниматься, там, ну, как бы созданием курсов, и обучением живым. То есть, ну, это как бы, это огромный объем работы, который очень тяжело делать. Мы поняли, что самый эффективный инструмент для именно масштабного какого-то проекта, это делать это в формате онлайн-школы и blended-образования. Blended-это такое модненькое словечко, которое обозначает, ну, микс как бы. То есть мы берем автоматические уроки, ну, просто обычные уроки записанные. Мы берем живых кураторов, мы берем геймификацию, мы периодически делаем оффлайн. И делаем так, что онлайн-продукт получается более крутой, чем оффлайн. Ну, то есть вот все механики, которые там можно только делать. Дима делал онлайн-школу бега, естественно. То есть, представляешь, как бег можно запугать в онлайне, ну, очень тяжело. Я 250 километров в пустыне пробежал, меня тренировал рекордсмен мира по ультрамарафону. Уже лет 15, ни один чернокожий не может его обогнать. Он меня тренировал, и мы совместно запилили курс от миллионера и рекордсмена мира. То есть ваша компания упаковывает какой-то процесс в оффлайне, пользующийся популярностью. Ну, обучение какое-то, да. Какое-то обучение. Переносите его в онлайн. В онлайн, и вы продаете, и в этом есть ваша компания. Да, ну, к примеру, вот есть ты как эксперт. Например, ты можешь себя запаковать, свою экспертизу. Может быть, какой-то продюсер, который будет тебя запаковывать. Но так как ты предприниматель, тебе проще себя запаковать. Ты берешь проекта, ну, какого-то проект-менеджера, который будет управлять. Ну, какого-то помощника первичного, который у тебя уже, собственно, есть. Дальше мы выводим тебя как лицо. Ну, лицо компании, лицо онлайн-школы. Дальше мы придумываем, какие механики позволят людям давать результат. Потому что, ну, ориентир онлайн-школы именно на результат. Потому что мы можем в онлайне продавать, там, одномесячную программу, двухмесячную, трехмесячную, четырехмесячную. То есть, столько, сколько необходимо, чтобы дать результат. И дальше делаем разные механики. То есть, результат может быть быстрый, кому-то это комфортно. Результат может быть долгий, вот как у нас. То есть, люди занимаются год, но некоторые за два месяца, там, заходят в короткую механику. Там у нас есть, она двухнедельная. Это такая геймификация, ну, война, там, где они разбиваются по кланам, там, начинают воевать, кто быстрее, ну, там, получит монетизацию, запакует продукт. Ну, вот это надо делать, чтобы результаты были более быстрые. То есть, мы берем тебя, думаем, какие сделать механики геймификации, какие уроки можно поставить, как бы, просто записанными уроками, где обязательно нужен куратор, как ответы на вопросы, где нужен куратор, ну, чтобы вживую встретиться с ними, поотвечать, где мы, может быть, привлечем каких-то дополнительных экспертов и людей уже с результатом, как, знаешь, там, ну, словно, какой-то успешный предприниматель приходит и рассказывает для них вживую, там, на часовом вебинаре, там, для всех, да. Там предпринимателя ты можешь просто попросить, да, какого-то своего друга, но для участников это огромный value. И он, получается, сразу делает для всей системы. И вот из маленьких элементов, вот так вот, ты собираешь эту онлайн-школу, приглашаешь какие-то звезд дополнительно, и получается просто охрененный продукт. Важный вопрос. Вы это под ключ делаете или вы учите, как сделать? Давай мы расскажем еще, может быть, на конкретном примере. Вот я, вот, например, с моей женой, вот, в нашей Free Publicity, то есть у нас три школы, вот, с Free Publicity, может быть. Давай, давай. Давай просто вот на примере. Вот моя жена, у нее школа, ну, наша группа компания, она как эксперт в школе по тому, как строить личный бренд и как писать так, чтобы тебя публиковали топовые СМИ бесплатно. То есть обычно это сотни тысяч рублей, публикация там Forbes, Коммерсант, рекламная стоит. И рекламную люди не любят, не ценят читать, и понимают, что это реклама-заказуха. А можно научиться писать так, чтобы топовые СМИ брали и даже еще гонорары платили. Вот, к примеру, моя жена написала статью про свою книгу, пропиарила свою книгу, книга стала бестселлером, и еще Forbes заплатил гонорары за статью. Ну ладно. Да. Сколько тиражей было в России? Около, там, 12 тысяч, что-то. Это бестселлеры, да? Бестселлер считается, то есть ты можешь шильдик получить на Озоне, если там за месяц несколько тысяч тиражей, тиражей. Ну и бизнес-литература там другие показатели, чем в обычной. Бестселлер в бизнес-литературе, что тебе там за месяц сделал 10 тысяч, что-то круто. Ну, это реально круто. Да. И, соответственно, она, соответственно, вот она автор книги, и знает, как писать, как публиковаться, как выстраивать свой личный бренд, как сделать так, чтобы ты выступал на ДДХ. И до того, как выйти в онлайн, эксперты обычные, она в том числе, выступает на сцене, делают там коуч-сессии личные, это все там, ты можешь вести там, ну, там, 20 человек в месяц максимум, которые тебе платят тысяч по 10. То есть, вот тебе 200 тысяч рублей, это вот в среднем хороший эксперт зарабатывает. Еще там сотня, может, выступлений на каких-нибудь платных мероприятиях, там, когда тебя зовут как спикера. Это все потолок. Если они начинают выходить в онлайн, если они не знают методик, как создавать автовебинары, как делать автоворонки, они становятся заложниками. Да, они расширяют количество людей, снижают чек, ну, и они начинают зарабатывать там 500-700 тысяч рублей. Это тоже вот, ну, потолок, который сложно пробить. И мы берем таких экспертов и помогаем им, и их команде. То есть, у нас есть, ты спрашиваешь, какие есть продукты? Да. У нас есть продукты, когда мы там от 3 миллионов рублей берем и делаем под ключ, от 3 до 10. Ну, мы там берем 2-3 эксперта в год, и мы отбираем очень сильно, потому что мы там несем свои риски, отвлекаем свою команду, сами отвлекаемся. И мы ставим перед выбором, там, помочь кому-то сделать школу или вложить время в свое... Ну, и это потенциальный партнер. Естественно, мы долевое участие тоже рассматриваем, и там это все-таки tailor-made продукты, кастомизированные. И мы в них очень там избирательны. То есть, у нас очередь таких людей, желающих на продюсирование. То есть, вот... С кого вы сейчас продюсируете? Ну, есть очень яркие, прикольные кейсы у нас. Ну, во-первых, мы делали онлайн-школу Сергея Будюку. То есть, это тоже было интересно. Первый месяц 3 миллиона рублей, да? Ну, там где-то через полтора месяца, да, потому что там мы чуть-чуть разогревались. То есть, мы с ним познакомились там... Будюк заработал больше всего денег с вами в его жизни. Ну, он в онлайне тогда вообще ничего не делал. То есть, был канал, было присутствие, там определенный бренд. Мы запустили там механику с каналом и включили платный трафик. Там по тысяче льдов в день шло. Где-то в течение там полугода, там где-то миллион по три заходило. Это вот первый кейс. Потом крутой кейс вот с моей помощницей Настя. Она пришла ко мне работать на 5 тысяч рублей. А потом через... Ну, там чуть-чуть поработала, там посмотрела, что мы делаем в онлайн-школе. Открыла свою онлайн-школу. При том, что у нее ребенок. Она была одинокой мамочкой, без каких-то средств начальных. Она сделала две онлайн-школы. Одна из них это онлайн-школа английского. Ну, это не супер, как бы, кейс. Но это прикольно, что человек без какого-то там знания, опыта, технической подкованности. 400 тысяч она сделала. И онлайн-школу... Она сейчас делает с экспертом, да. То есть, есть она, есть эксперт. У них не супер там все автоматизировано, как мы учим. Ну, во всяком случае, да. Они имеют свою зарплату. У вас онлайн-продажа услуг. Ну, фактически. Это услуги. Если простым языком могут брать... Не хочу просто повторять, это бизнес-школы, тренинги все. То есть, это вы через онлайн продаете услуги, которые люди оказывают. Например, я готовлю. Я учу, как готовить. Провожу семинары. Ну, можно так сказать, да. Через онлайн. Бегать через онлайн. Английский язык через онлайн. На самом деле, онлайн-школа – это один из простых методов монетизировать контент и представительство вообще в принципе. То есть, если у тебя есть сообщество какое-то, то есть, очень многие страдают тем, что, ну, есть вот какая-то... Вот, например, сейчас сюда вот на акселератор приезжал владелец Агромании. У него там, ну, было 100 миллионов рублей оборота. Ну, сейчас печатное СМИ ушло, там, у него сейчас оборот 8 миллионов рублей у продажи журнала. И там большое онлайн-представительство. То есть, там, полтора миллиона на YouTube-канале, там, по 30 миллионов посещений на сайт. Но он не понимает, как это монетизировать. Да. И мы ему сейчас придумали, он у нас тоже учится. Он делает онлайн-школу обучения тестировщиков видеоигр. То есть, вот есть ребята, которые хотят играть и хотят там что-то делать. И вот такая профессия новая, современная, то есть, я тоже, я не знал. И вот такая профессия есть. Давай продолжим вот эту тему с кейсами. А можно вот с кейсами? Нет, кисть достаточно. Три прям круто. Нет, есть еще, еще есть. То есть, хороший кейс, к примеру, вот, знаешь, как ты... Грибы-вешенки есть. Ты называл кейс, к примеру, вот, там, с будиком, с, там, ассистентом, да? А есть кейс... Пустовой. Вот есть там человек, который там вообще с пол... Ну, то есть, вопрос такой, можно ли без денег? Вот, к примеру, пришел парнишка, пустовой такой, Денис. Ну, хоть я расскажу, да. Ну, то есть, ну, да, ну, было несколько интересных кейсов. Есть был вот Денис пустовой, ну, то есть, он занимался хостелами, потом бизнес пошел вниз, и ему пришлось продать гитару, продать машину, и ушел в минуса. И дальше, ну, вот, он заступил к нам на обучение, у него стояла как раз задача, ну, вообще без денег что-то сделать. И он договорился о партнерке с сайтами по диетологии и запустил онлайн-школу диетологов. Сейчас у него стабильно идет 2 миллиона рублей в месяц. Вот он тоже сейчас приезжал на конференцию. Пришел 2 миллиона рублей в месяц. Да, причем, ну, прибыльность там 50-60-70%. Парни, вопрос тоже важный. А если шарлатаны к вам приходят? Вот, знаете, бизнес-тренер, он зарабатывает 1100, 200, 300, как заработать денег, и хочет к вам прийти, что-то обманывает на 300 тысяч рублей, хочет в онлайн выйти, чтобы дурить дальше людей, обманывать. Ну, у нас есть анкетирование, то есть к нам не особо попадешь. Во-первых, нельзя просто зайти на сайт и купить. Кто-то там, набери zxl.ru и найди, где нас купить. Мы не продаем в лоб. Как компания называется? Axel. Акселератор онлайн-школу. Можно набрать. Акселератор онлайн-школу. Понявится название или инстаграм. И вы увидите, что у нас на первых страницах, и вообще даже на продающих страницах, нигде нету возможности сразу купить. Есть возможность подать заявку, потом ты попадаешь на собеседование, потом ты попадаешь на анкетирование, тестирование. И только после того, как мы понимаем, кто ты, что ты, верим. С какого ты убедился в том, что... Вы убедились в том, что это толковый продукт и действительно профессионал, а не просто... У нас была следующая история, то есть, что мы сначала обучали всех. И просто заметили, что результативность такого обучения, она как бы, ну, имеет свои нюансы, да. И мы поняли, что, ну, для нас оптимальный кандидат это как предприниматель с каким-то предпринимательским опытом или человек, у которого было хоть какое-то количество людей в управлении, кто может себя организовывать, дисциплинировать. Ну, потому что тогда, когда ты продаешь ему такой продукт, у тебя потом не возникает фрустрации из-за того, что он ничего не делает. Вот это то, что... Можете назвать три компания или трех персоналей, кому вы откажете в существующем рынке. Мы откажем тем, кто будет заниматься вот всякими разными схемами махинации, то есть, на фондовом рынке, например, такие заходят. Сейчас очень мертволетами озабочено, что туда реально идут и очень странные люди сейчас. Прямо такой, знаешь, с одной стороны туда идут реально бизнесмены, которые такие классные, понимают, что здесь потенциал большой, а с другой стороны идут такие искатели приключений. Вот мы рассказали про там наши кейсы, да, но это все такие кейсы типа предпринимателей, все такие типа либо эксперты. А вот мне хочется рассказать про кейсы там Натальи Африкантовой. Ученая из вуза, научный работник, никогда не заработала больше 30 тысяч рублей. Ученый-агнестивисты изучают взаимодействие поведения человека и мозга. И она специализируется именно на детях. Вот. И она к нам пришла, за первый месяц заработала 118 тысяч рублей. Сейчас у нее там около полумиллиона уже. И она просто учит родителей, как, учитывая особенности мозга и психики детей, как правильно, на каком этапе их обучать, развивать. Потому что там начинают там читать их, учить, а им нужно физику развивать. Вот. И она вообще там кладезь, она, там ей нужны были срочно деньги, что-то у нее в семье случилось. И она прям быстрее всех упаковалась, быстрее себя сделала. И вот там пример, просто человек вообще не из бизнеса, ученый сделал. Кстати, хорошая тема, ребят. Подумайте, что вы можете хорошо этим делать, чем можете поделиться, лучшим, что у вас есть. Как это можно монетизировать. Ну, у нас, знаешь, какая вот идеология. То есть мы подумали, что вот происходит сейчас реально в России, это то, что есть очень много очень крутых, уникальных экспертов. Знаешь, ну вот, например, какие-то целители, у которых там очереди прям стоят, знаешь, там вот условно там на седьмом этаже там человек принимает, у него там по лестнице вот так вот стоят люди, еще на улице стоят. И таких людей много. Их опыт, ну, не всегда можно напрямую запаковать в оффлайне, в онлайне. Но можно как-то его перенести. Вот, к примеру, вот есть Жданов, то есть он обучает тому, как там, ну, зрение улучшить. И реально метод просто охрененный. Он в оффлайне принимает там, ну, очень лимитированное количество людей. И ему тяжело самого себя перенести в онлайн. Но метод очень крутой. Вот только сейчас я, сейчас я наконец понял, чем занимаются до конца ребята. То есть человек, который берет деньги за свои услуги, ограничен оффлайновым потоком клиентов, да, и он просто не знает и не понимает. Понимаешь, там, вот эксперты, там, ну, 50-60 лет, они не знают механики онлайна. Они не понимают автоворонки, они не понимают лендинги, они не понимают трафик. А приходит, ну, там, ну, хотя бы кто-то с управленческим, хотя бы каким-то опытом, ну, молодой, там, лет 30, например, приходит и говорит, давай я тебя переведу в онлайн. И подключают все эти механики его и успешно переводят в онлайн. Еще важно понимать, что не такое, вот есть эксперт, да, и часто эксперт, например, Руздана, да, ну, взрослый уже, там, пожилой человек, он сам, естественно, не начнет заниматься вот этими автоворонками. Ему нужен продюсер. Ему нужен продюсер. Мы, по сути, учим либо эксперту продюсировать себя, либо продюсеру продюсировать эксперта. И вот мы начинали с того, что у нас вот есть, там, премиальный пакет, но мы даже, там, это не наш основной источник дохода, и мы их делаем для того, чтобы потом получить долю. У меня логичный вопрос. Вопрос, связанный с инфобизнесом. Если вы владеете потрясающей методикой, как продюсировать, делать онлайн, не проще найти 10 звезд производителей контента и услуг, их продюсировать, как продюсерские цены. Мы и так, и так развиваемся. Нежели учить, как продюсировать других продюсеров. Мы думаем об этом. Хороший вопрос, смотри, мы это делали, и получается так, что вот сейчас у нас, собственно, их три школы, и там, ну, так или иначе, мы понимаем, как подстроить еще что-то. Вот мы сейчас благодаря Лебедеву выходим на американский рынок. Соответственно, и вопрос такой, заниматься ли еще продюсированием, там, на несколько миллионов рублей эксперта в России, который выйдет, там, на десятку, там, на третий, четвертый год. Примерно, примерно, такие там масштабы. То есть, ты начинаешь, там, с двух-трех миллионов, а дальше докручиваешь, постепенно растешь. Либо выйти на англоязычный рынок, начать зарабатывать тоже миллионы, но долларов. Соответственно, мы сейчас фокусируемся... Потому что продукты подходят для мирового уровня. То есть, вам интересный, получается, контент для мирового уровня. Вот мы уже 26 числа улетаем в Америку на полгода. Соответственно... 26 октября. 26 октября у нас билеты, мы улетаем, все. Соответственно, и... Мы давно уже, мы с Марта с Сергеем учимся в Варрум, это крупнейшее сообщество онлайн-предпринимателей в Америке. Там есть, сколько, три или четыре долларов миллиардера. Это где вход там, вы говорите, что-то 50 тысяч долларов? Ну, 30-ка. 30-ка. Мы 30 тысяч долларов заплатили. Соответственно, регулярно, раз в три месяца мы туда ездим, обучаемся, еще два раза в год конференции проходят. Вот. И мы поняли, что те знания, которые мы имеем, даже не мы поняли, а нам показали. Это и вот механика, которую мы сейчас будем на конференции продолжать делать. Объединяет людей за столами по 10-15 человек. И нужно поделиться своими внедрениями, которые ты внедрил в себя в бизнесе, и они тебя продвинули сильно. И мы за своим столом поделились, как мы выстраиваем автоворонки, как мы используем продажи через мессенджеры. И, соответственно, и дальше стол номинирует самый сильный кейс, чтобы они выступили на сцене. А дальше еще на сцене тоже все голосуют, кто круче всех. И мы среди вот этих всех 200 предпринимателей были номер один. Ребята уезжали, азиаты все, они реально там пожимали руку, говорили спасибо. Ну, это технология автовебинар плюс мессенджер-воронка. Вот. И вот наши акселераторы, то, что мы делаем, такого нет в Америке. То есть вот уже тестировали, делали оффлайновую группу, чтобы потестировать, чтобы именно с людьми поработать. Там было 10 человек, и, ну, реально, даже на западном рынке то, что мы делаем, мы реально впереди планеты всей. Потому что мы, условно, если в других образовательных школах, которые там обучают, как делать онлайн-бизнесы, онлайн-школы, дают кластерные там, ну, такие, знаешь, ну, чтобы построить дом, нужны кирпичи. И нужна инструкция, как за кирпичами делать. Да, и все дают кирпичи, дают цемент, ну, типа, строй сам. А нету плана. А мы даем пошаговый план. Кстати, мы можем поделиться. Мы можем дать урезанную версию. Как следовательная школа. Да. По сути, знаешь, как вот конструктор лего, да, ты можешь собирать. И когда у тебя, знаешь, или, к примеру, пазлы, да, когда ты не знаешь, что ты собираешь, ты не знаешь, какая картина, да, то ты, блин, видишь набор вот этой херни и не знаешь, что делать. А когда тебе есть инструкция, пошаговый, что нужно, какой пазл, какому там заслепить, то у тебя вот, и получается, что мы тех, кто заслепили, во-первых, на своем собственном опыте мы сделали, там, из собственных школ запусков было уже много, 36 проектов мы сделали совместно. Соответственно, и на этих цифрах мы так или иначе шевлонизировали это все. Ну и я продолжу про, может быть, стратегию компании развития. То есть, одна из стратегий, это то, чтобы, ну, к примеру, мы поняли, что вот можно делать там много одновременно, да, всего, но тогда ты страдаешь от того, что у тебя недостаток крутых, качественных управленцев, причем таких, которые бы еще и думали сами. Поэтому мы подумали, что если мы привлекаем управленцев, которые создают онлайн-школы, то на высокоуровневые продукты мы потом можем брать себе партнеры. И предоставляя им команду по трафику, по запаковке, нам нужен человек, который будет душу. Знаешь, как бы вот в продукте должна быть душа. То есть, мы не можем штамповать однотипные проекты, потому что, ну, каждый должен быть уникальным. Иначе он на масштабе, ну, как бы плохо растет. И, а для уникальности нужен, ну, или эксперт какой-то, или продюсер, но который вкладывает, ну, вот, вот что-то, какую-то идею, вдохновение. Какая финансовая и финальная цель вашей компании на ближайшие три года? Почему вы? Сейчас чуть-чуть продолжу, продолжу то, что Серега сказал по поводу, там, и про то, что я задал вопрос, почему не делать, вот все ниши не занять. Мы тоже думали, мечтали бы. А почему не продюсировать? Не, мы идем, мы идем, давай, давай я просто, может, закончу. Как Лебедев, да, вот он же говорит, я готов давать, там, 70% от прибыли крутому управленцу, потому что сам я не могу все тянуть. Да. Мы также понимаем, что мы лучше, там, подготовим продюсеров, партнеров, которые будут двигать эти все школы. по сути мы готовим такой холл. Ну, сотрудничество предложить, я сейчас понимаю, у меня нет времени становиться продюсером. Вот я хочу воспользоваться условием вашей школы, нет времени обучаться и стать продюсером. вот, мы тебе дадим управляться. Мы тебе можем дать продюсеру онлайн школы, которую мы подготовим. А давайте эксперимент проведем, кстати. Классная идея. У меня сейчас спонтанная история, смотрите, у меня есть эпицентр и ключевые навыки в каких-то областях. Блин, ругал, ругал, бизнес-тренеров. Но только я не хочу учить людей, это чтобы времени много... Давай я пример приведу просто как эксперты запаковываются, да, то есть звезд. Что мне нужно? Да. То есть я не хочу тратить много времени, у меня действительно лучше, чем я могу поделиться, и эти методологии помогут людям бабки зарабатывать. И не хочу вот это везде в офлайне, семинары, выступать, как-то делать, чтобы не сказали, а, бизнес-тренер, как бы не хочу. Ну и что-то записать, если будет приносить прибыль, будет пользоваться... Вот так вот можно сделать? Да, это формат называется blended. Когда ты делаешь... есть эксперт крутой, ему надо передать свое знание, но так, чтобы знание привело к результату. Да, это же такая цель. Чтобы было и качественно, и то, чтобы не надо было вовлекаться. Соответственно, бадюк вовлекался там на один час в неделю, и то потом, как бы он захотел отстраниться, и это получилось с системой. То есть, что можно сделать? То есть, но уроки крутые, классные, с тем, чтобы они могли человека вести по шагам конкретно. Конкретный шаг, конкретный результат того шага. Конкретный урок, конкретное домашнее задание, конкретный результат. Дальше идут кураторы, которые проверяют, поддерживают людей. Какая-то игровая механика, где они объединяются. У них вот соревновательный эффект работает просто охрененно в онлайне, когда они начинают зарабатывать какие-то баллы за что-то, они начинают созваниваться, они начинают в оффлайне встречаться. Рейтинги, вот эта динамика работает просто очень красиво и очень круто. Все, и у тебя, получается, есть куратор, у тебя должен возникнуть какой-то институт кураторства, как тебе новых кураторов нанимать, иначе как тебе масштабироваться здесь. Вот, то есть, институт кураторства, кураторы, и дальше ты просто приглашаешь каких-то своих друзей и делаешь расписание их выступлений на год. И этих друзей ты добавляешь, по сути, на продающую страницу, и у тебя получается просто охрененный продукт, где и звездные эксперты, и кураторы, и ведение, игровые механики, и сообщества, и оффлайн-встречи. Смотри, почему у нас акселератор хорошо идет, и мы реально бьем рекорды, мы быстро растем, быстрее, чем все предыдущие наши проекты. Потому что мы упаковали, вот, например, сейчас наши ребята слушают и такие думают, хочу быть продюсером, или я хочу свою экспертизу упаковать в онлайн-школу. Мы даем вот эту инструкцию по шаговый план, но дальше мы ведем до результата, пока человек не начал зарабатывать целевую сумму. Соответственно, и мы гарантируем, что это произойдет. Если не произойдет, если ты все делал и не произошло, мы просто не представляем, как это может быть. Еще не было ни одного такого кейса. То есть вы учите продюсера, и зачастую продюсер обладает администраторскими знаниями. Да, и мы даем результат. Прям вот человек, пока он не окупит свои вложения и не начнет приходить прибыль, он от вас не входит. Да, и мы его прям вот, у нас кураторы, мы там их задрачиваем с точки зрения домашних заданий. Это круто для аудитории, может быть, кто из вас, ребят, хочет стать продюсером, и у вас в окружении есть эксперты. Сами знания не знаете, как делать, но можете воспользоваться знаниями, которые дают ребята, и помочь кому-то масштабироваться, распространить его знаниями, зарабатывать. Пишите, куда, куда можно присылать, писать в школу, ваше e-mail, что-то. Ну, мы оставим тогда данные в подписи, в описании. Да, можно в социальной сети, просто Дмитрий Юрченко, Сергей Капустин. Сейчас здесь появится инстаграм и ребят тогда, и под роликом я размещусь. Или в фейсбуке. Почтой, куда вы можете писать. Да, и в фейсбуке. Сами будете лично принимать, отвечать на письма? В соцсетях. Ну, вконтакте, в фейсбуке, не принципиально. Вконтакте, в фейсбук, оставляем этим. Пишите ребятам, если хотите стать продюсером, записывайтесь с ним на курсы. Ну, или на продюсирование. Я хотел просто подвести, то есть там как бы две истории. Продюсер, который берет эксперта, запаковывает это в какой-то продукт, который ведет до результата. Или эксперт, который свою экспертизу спускает и становится таким методологом. И основанным, ну, как бы предпринимателем. То есть он берет проекты, которые этим всем управляют, он берет кураторов и сам становится верхнеуровневым таким предпринимателем. То есть он старается не проводить много чего вживую, только для верхнеуровневых пакетов, а сам занимается методологией проекта, чтобы было больше результатов. Там это, ну, общение с людьми, там понимание, что им еще дополнительно нужно, какие механики подключить. То есть вот это вот, ну, такая вот как бы ролевая функция собственника, эксперта, вот она именно в том, чтобы методологию сделать охрененной. И привлечь нужное количество экспертов и кураторов. Я понял, тяжело ты сказал очень. Я попробую тезисно и просто резюмировать, финализировать, что вот так мы долго разговаривали и о чем говорили парни. Значит, можно стать крутым продюсером, найти партнера, продюсировать его и монетизировать его знания с помощью вот этого онлайн-масштаба, который делают парни. Если вы сами хотите заниматься, потрясающие знания, приходите к парням, увеличивайте свои продажи несколько раз. Кейсы вы слышали, там, с нуля до миллионов, с двухсот тысяч, там, до миллионов и так далее. Если вы звезда, и у вас есть продукт для мирового уровня, парни вас лично могут продюсировать и взять по-бойму. Пожалуйста. И да просто, это фактически увеличение продаж с помощью онлайна, тех услуг, тех процессов, которые есть в оффлайне, в вашем бизнесе. Приходите, монетизируйте, делайте. Я вот пока слушал, у меня сразу по поводу эпицентра, мысли возникли, по поводу национального краудфандинга, по поводу моей криптоиндустрии. То есть, как на это можно зарабатывать? То есть, с помощью ваших вещей, даже если ты кого-то учишь, ты собираешь вокруг себя людей, сообщества, а потом с этим сообществом еще можешь бизнес вести. Тут еще, знаешь, как вот... Крутая история, ребят, крутая, 100 пудов. Изучите, что такое автоворонки, онлайн-обучение. Помимо ваших контактов, которые мы указали, дадим. То есть, если человек вам напишет на почту или в Инстаграм... Да, мы дадим руководство по выбору прибыльных книж, и плюс список самых прибыльных книж, которые работают сейчас в России, которые самые горячие. Где можно развиваться, да? Да. Это крутая, полезная информация. Напишите им, и... И... Смотри, тут еще важно понимать, что, к примеру, я же раньше был вообще оффлайновым чуваком полностью. Это вот у меня... После того, как я вошел в онлайн, сейчас глубоко год назад, у меня родилась концепция бизнес-шариков и бизнес-кубиков. Вот есть бизнес-шарики, знаешь, их подпихнул, и они покатились, как снежный коп, набирай обороты, ты чуть-чуть там подруливаешь, и он реально растет. А есть бизнес-кубики, такие, знаешь, вот берешь его, переворачиваешь, такой, тужишься, зовешь дружбанов, всех там, все ресурсы, переворачиваешь, какой-то цикл сделал, и потом ты устал, блин, месяца два нужно... И плюс там, чтобы этот вообще появился кубик, нужны инвестиции, нужны команды, и это реально замкнутый... Зачем заниматься кубиками, когда есть шарики? Да, у меня же там, это вот, у меня опыт создания четырех бизнесов, два из которых уже сейчас не живут. Один, кнопка жизни, сейчас живет хорошо, хорошие прибыли, но это реально очень сложно. Мы его вытащили только благодаря инвестиции, туда вкачано около четырех миллионов долларов инвестиций. Соответственно, мы спасаем жизнь людей, что классно, но как это было, и как это сейчас в онлайне, как я вижу, как у людей, у наших там резидентов, акселераторов все движется. Нам нужны были инвестиции, нам нужна была инфраструктура, три бизнеса в одном, там и колл-центр, и гаджеты, импорт-экспорт, их доработка, и САС решение, САС-платформа, геолокация, вот эта вся тема, карточка здоровья клиентов, вот, или там остров на Мальдивах, это реально стройка, это инвестиции, это партнеры мальдивские, которые кидают, которые обворовывают, а в онлайне тебе невозможно обворовать. И что еще прикольно, в этих всех вот оффлайновых бизнесах, там, если у тебя прибыльность чистая, там 10%, то это уже счастье, вот, а в онлайн образовании 40-60% прибыли. Вот, просто ты спросил, как эта тема появилась, и почему мы этим стали заниматься, а не продюсерскими проектами, да, зачем обучение, просто это было очень ярко в моей жизни, у меня просто стало так складываться, что, ну, я вот не люблю холод, я из России улетаю в среднем осенью, и прилетаю летом, ну, это как бы обычная история, только если нет какой-то сильной причины, почему я здесь должен задержаться, ну, там, бывает на Новый год, там, возвращаясь родителей поздравить, с ним Новый год справить, а так, это как бы сначала Америка обычно, потом это Азия, вот на Пангане мы с тобой виделись, то есть, ну, это для меня обычная история стала, там, 9 месяцев не в России, и ко мне просто стали подсказать, там, а что ты занимаешь, что ты такое делаешь, что ты там, чем ты там, вот онлайн школа, пойдем давай встретиться, вот у меня есть идея, онлайн образование занимается 9 лет, то есть, вот в таком режиме, по 9 месяцев не в Москве, уже где-то года 3, там, ну, там, 4 назад, старый специалист, по-моему, ну, один из самых старых, да, ну, ну, рынку, на самом деле, лет, может, 10, даже, ну, то есть, я вот у истоков, реально, то есть, я знаю, в принципе, всех в индустрии, и просто, секрет, скажи, Серега основатель одной крупной организации, сообщества, которым сейчас не имеет отношения, да? Ну, да, вот, и я просто, ну, людей стал отсылать к моим урокам, я говорю, вот, посмотрите, вот, посмотрите, вот, я просто бесплатно, как бы, всем стал открывать, а потом я понял, что если идет такой входящий поток, еще и по рекомендациям, то есть, они просто стали видеть, то есть, я не провожу каких-то вебинаров, особо, я ничего не делаю, но я везде постоянно путешествую, причем в нормальных местах, то есть, панганы, это такое, как бы, дешевое, то есть, я там, у меня кнопка жизни, я эти кубы ворочаю, а этот, он путешествует, ездит, да, да, я знаешь, я там раз в год вырываюсь, там, куда-то новогодние праздники, смотрю, он путешествует такой, я ему звоню, говорю, ты где? Я говорю, слушай, я там решил, что ты намрал, самый лучший ретрицент, а этот как раз вышел из кнопки жизни, из операционного управления, мы привлекли инвестиции, наняли операционного директора, и я поехал первый раз на более длительный срок, чем просто новогодний период, я такой думаю, что делать, вот этот все путешествует, там свои, там фотки выкладывает, где он там, 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 я ему звоню, говорит, слушай, я в северном Таиланде, я приезжаю, говорю, Серега, ты где? Слушай, Димыч, я уже в аэропорту, я в городе, куда ты там уехал? Джакарта. Ты еще девушки не был, да? Да, да, я думаю, постоянно не было, я думаю, как так, ёлки-палки, тут-тут-тут-тут, я начал к этому все присматриваться больше и больше, и вот сейчас видно. Давай вкратце мы расскажем про ивент, просто здесь, давай вкратце мы суммируем ивент здесь, потому что здесь прожжало охрененное мероприятие, которое многие участники назвали лучшим ивентом вообще в своей жизни, про что мы сделали, про что, ты понял, ты как бы мало участвовал, присутствовал, мало видел, то есть... Они сказали, после моего выступления, неудобно было? Ну, ладно, и после, и до скачали. Совместно? Один из кирпичиков. Один из кирпичиков, причем важных, да. Всем понравилось. Блог. Да, то есть мы вот купили это обучение в Варуме, Варум построен на том, что у тебя есть 4 мероприятия, раз в квартал в Лос-Анджелесе, там по 2 дня, куда слетаются все предприниматели, которые делают там больше там 2-3 миллионов долларов, ну, в среднем где-то там делают, 50-100 там, ну, то есть мы как бы не самые большие, далеко там, вот, и там, ты реально кайфуешь, то есть нетворкинг офигенный. И мы подумали сделать что-то тоже, ну, нечто похожее здесь, но только с владельцами онлайн-школ, и в ниши онлайн-школ. И мы собрали на мероприятие Гошу Соловьеву, это основатель Skyeng, там, с капитализацией 60 миллионов, ну, со стоимостью... 600 миллионов рублей по году, выручка? И стоимость 60 миллионов долларов компании. Они растут по... в 3 раза ежегодно. Это вот для наших участников акселератора. Потом приехал Спиридонов, основатель Нотологии, тоже у них оценка 60 миллионов долларов. И профессор Мордашов, буквально 2 месяца назад, по оценке 60 миллионов долларов. Богатейший человек страны. Сейчас он наден. Авто, как у него? Авто... Авто, как Фолдик называется? Нотология. Мордашов. у Мордашова? Северстага. Северстага. Да. Приехал Аветов, рассказал про кейсы PR-синергии, приехал Женя Гаврилин, приехал Петя с Мишей, приехала City Business School, приехало очень много владельцев онлайн-школ, которые делают миллион прибыли, два миллиона прибыли. Получился просто охрененно концентрированный ивент, очень нишевый и очень крутой. И на нем выступал Александр Лебедев, доллар и миллиардер. То есть реально получился в индустрии самый крутой ивент за всю историю, в принципе. И мы туда дали доступ, то есть это закрытое мероприятие, только участникам нашего акселератора. То есть акселератор, по сути, это онлайн-обучение с ведением, с кураторами, с нашей поддержкой. Плюс это оффлайн, где можно встретиться с лидерами рынка, с теми учениками нашими, кто уже сделал кейс, ну и познакомиться с долларом-миллиардером. А вот просто сама инфраструктура, видите, второй день нахожусь, свежий воздух, приятные погоды, сейчас не очень жарко, инфраструктура для спорта, побегать, бульмой, это ценно. Это вот как раз таки... Могут просто люди приехать, там, Лебеди вчера мне говорил, что по цене однушки за МКАДом ты можешь снять, я так понимаю, номер в отеле в этом, да? Ну это мы делаем совместно с Александром. Расскажите про это. Мы с Александром партнеры, мы совместно двигаем этот концепт. Соответственно, у Александра есть инфраструктура, которая не загружена вообще зимой. Они закрывают вот эту красоту, представляешь? Да, да. А я прожил сейчас 10 месяцев в Сочи, у меня родилась дочка, и мы на всю зиму, осень уехали в Сочи. В Сочи, так. Вот. И я думаю, почему же я раньше-то не жил в Сочи, нахрена я стою в этих пробках, нахрена я? Мы за городом живем в Москве, там все хорошо, но, блин, эти пробки, плюс это там слякоть, не припаркуешься. И я думаю, ну вот почему люди не едут в Сочи, не едут в Крым жить на зимовку? Да, летом Москва классный город, но зимой невозможно там жить. Вот. И, соответственно, у меня есть свой отель в Сочи, да, там пятиэтажный особняк, и на пятом мансардном этаже у нас 90 метров каворкинг. Соответственно, ребята, которые живут внизу, они, соответственно, там живут, а приходят работать. Там получилась такая атмосфера классная, когда они друг друга дополняют, они друг другу помогают, и получается так, что... Вот здесь, вот здесь вот самое главное. А вот сейчас правят, соответственно, и когда я увидел, то, что у лебедя вот это простаивает, а это просто в сотни раз более, это 100 тысяч квадратных метров. Соответственно, оно простаивает зимой. Соответственно, я предложил Александру, чтобы мы это все качнули. Соответственно, сейчас мы первых ста резидентов вот каворкинг-отеля, каворкинг-отель Инцеха, как он называется. Соответственно... И мы здесь... Вот эти 9 месяцев, просто простым языком, без... Так тяжело просто понимать. Вот человек сейчас смотрят, говорит, у меня команда 10 человек. Или там я один-два парфюмера приедут. Он приезжает, он живет вот здесь вот. Он живет с этим прекрасным видом. Да. В номере в комплекс, да? Он... Он... Номер базовый стоит 30 тысяч рублей в месяц. Так. Соответственно, у тебя включены бассейны подогреваемые, вся территория. Отдельно open space зона со своим выделенным местом. За 10 тысяч рублей в месяц у тебя еще завтраки включены здоровые, зеленые гречки, хлеб. Лебедев регулярно будет проезжать, читать мастер-классы. Там... Ну, я вообще просто движу какие-то предприниматели. Да, да. Идешь, идешь, раз, Гаврилина встретил бассейн-классы. Вот так вот, как вчера вечером идешь, да. Сейчас вот здесь вся элита онлайн-образования России. Соответственно, мы, естественно, все будем проводить время от времени здесь такие. И мы будем прокачивать, привозить спикеров. Лебедев пообещал там раз в два месяца приезжать, привозить кого-нибудь из других миллиардеров, чтобы здесь было больше движуха. Он пригласил лично Полонского, они же сейчас дружат теперь. Да. Он пригласил лично Полонского, говорит, дам даже, ну, помогу, давай девелопить вместе Крым. Здесь будет такая передовая атмосфера, и не нужно будет никуда ездить. Просыпаешься сейчас с ребенком, там, с утра купаешься, не стою в пробках. Бассейн теплый, купаешься, да и море, сейчас еще в море там 19 градусов можно плавать. Это была наша мечта такая, чтобы, как вот, поешь на Пангане, то, что куча предпринимателей, все вместе как-то тусят, и там можно на мотоцикле заехать кому-то в гости, там все очень открыто. Вот это кайфово же было, легкое общение такое. Очень кайфово. Поэтому, ну, Пангане его фишки на январь. Я не вижу смысла, здесь в июне выйдет. Ну, вообще, в принципе, сообщество где-то размещенное, это вот, но очень прикольно. Да, это правда. Мы тебе рассказали про нашу вот ближайшую мечту, там, выйти на англоязычный рынок, а наша большая мечта вообще, для чего мы это делаем? Потому что, по сути, мы там, да, мы там 80% времени фокусируемся на онлайн-бизнесе, при этом еще 20%, соответственно, мы фокусируемся вот в том числе на оффлайн-проектах. Вот здесь мы создаем атмосферу для того, чтобы можно было сюда приезжать. И это, по сути, такая микро-страна, микро-город. А в целом, мы хотим создать интернет-государство с капитализацией миллиард долларов игроков. Мы, наши партнеры, наши резиденты. Игроков? Игроков онлайн-образования, рынка онлайн-образования. Окей. Вот, который будет объединиться. Вот смотри, как у нас с Сергеем случилось. Наши компания по онлайн-образованию. То есть, вот если мы прям прочувствовали... Нам вообще и нужен. Мы думаем, просто пока в этом особо не разбираемся. Поняли, мы раньше делали... Сергей был, был Дмитрий Ермолаев и был я. У нас были раздельные школы. Дальше мы начали с Сергеем делать акселератор онлайн-школы, по сути онлайн-школы, создание онлайн-школы. И мы начали подтаскивать своих сотрудников. Мы начали объединять инфраструктуру, потому что техническая инфраструктура бухгалтерия, они... Зачем нам тратить на каждого бухгалтера по разуме? Тем более, координировать каждого из них. Мы начинаем это все объединять, соответственно, и видим, что, бля, это же реально круто работает. И дальше у нас тоже было больше, что мы не можем все ниши занимать, а есть реально крутые возможности и крутая методика. Нам нужны партнеры. Мы понимаем, что мы хотим выстроить такое децентрализованное там сообщество, где каждый друг другу партнер, и чтобы мы друг друга прокачивали. Потому что вот мы сейчас крупнейшие в выстраивании личного бренда фри-поблисте, мы крупнейшие в астрологии, и мы крупнейший игрок в том, как создать онлайн-школу. И дальше еще сотни ниш, которые нужно занимать. Тем более, особенность онлайн-образования, то, что мы независимы от политики государства. Не принципиально, что будет с экономикой одной конкретной страны, там, России, там, Беларусь, не принципиально. Нас вдохновила, знаешь, какая тема больше всего, наверное, в онлайн-школах, это то, что появляется такой, как бы новый вид предпринимателя. То есть, по сути, ну вот, у тебя магазин сантехники, например, да, ты зависишь от этого магазина. А если у тебя онлайн-школа, ну, во-первых, ты выходишь в ту область, где у тебя невозможно ничего отжать, потому что там никто не может понять, как ты это делаешь. То есть, там, они не понимают эти ни воронки, ни механики, там, ну, нереально ничего отжать. И плюс, ты получаешь возможность путешествовать, ну, то есть, не жить в России. И в перспективе ты получаешь возможность там, ну, не зависит вообще от экономики страны и от политической ситуации в стране. Потому что механика запуска, например, на Японию, на Индонезию, на Штаты, она одна и та же. То есть, нужно сделать воронку, там, ну, перевести на другой язык. Трафик работает тот же самый, то есть, это Facebook. Facebook, воронка, ну, и нанять какого-нибудь, там, филиппинского продажника, там, это если на английском, там, или, ну, или местного продавца. Все. То есть, адаптация онлайн-школы на разные страны, она простейшая. Поэтому нас очень сильно вдохновляет, что получается такой человек нового, как бы, уровня, который реально, ну, имеет независимость в бизнесе и безопасность настоящую. Вы владите новых онлайн-предпринимателей, продюсеров-предпринимателей, продюсеров-предпринимателей. Мы, у нас, знаешь, какая миссия, конечный продукт, который мы создаем. Мы создаем владельцев прибыльных онлайн-школ. То есть, вот мы завод по производству владельцев прибыльных онлайн-школ. То, что мы делаем. То есть, для нас очень важно, чтобы это было не просто онлайн-школа, недовольный клиент, а чтобы это был владелец прибыльной онлайн-школ. И мы ведем, не отпускаем человека до тех пор, пока его школа не прибыльная. Парни, спасибо. Договорились. Вы меня качаете по онлайну, а я вас по блокчейну. Огонь.